Селера и Семеновская без перемен. Канализационные истоки из 10 трехэтажек здесь по-прежнему отравляют местную флору и фауну. Очистные сооружения здесь перестали работать еще 20 лет назад. Похожая ситуация в Донках и Пролетарском. Из-за размаха коттеджного строительства население в поселках значительно увеличилось. А старые очистные с нагрузкой не справляются. Сегодня уже трудно представить, что когда-то в Райсименовском лечились от депрессии лечебной водой и настоянным на травах и хвои воздухом. Сегодня полной грудью дышать в селе можно не везде. Когда запахи ощущаются? Ближе к вечеру особенно. Поэтому вечерами окна в своем доме Светлана старается не открывать. Так вынуждены поступать и другие жители коттеджей, рядом с которыми текут канализационные истоки. Женщина рассказывает, ее сыну уже 14 лет. Все это время здесь течет зловонный ручей. Все дома идут туда, очистные. Но они не справляются, потому что на три дома только у нас здесь три дома всего было. Ну а что хорошего, если очистные не работают? Все идет, течет куда попало, куда в реку, куда. Ну столько народу. Здесь такой поселок большой, очистные не работают. Никуда это все. Это безобразие. Очистные, которые обслуживали три многоквартирных дома, уже давно заброшены и представляют собой небезопасный экологический объект. Полуразрушенное здание не загорожено. В поселке сегодня уже десяток трехэтажек и сотни коттеджей. Канализационные истоки в результате не очищаются и текут прямиком в местную речку, а потом в нару. Жалуются люди и на качество воды. В дома она поступает неочищенной, поэтому бытовая техника постоянно выходит из строя. Машинки летят в момент. Очень много мела в воде растворено. Они же вообще нет. Раньше хоть отстаивалась на башне. Два часа она отстаивалась и приходила. Она не была такой, накипи не было. А сейчас же она не отстаивается. Она сейчас у нас насос качает и мы прям пьем эту воду. Но судя по всему, чиновников эти вопросы не волнуют. Глава района сегодня готовится к выборам. Не проходит дня, чтобы он где-то не засветился. Буквально накануне первое лицо района можно было встретить в Государственной Думе. Депутатам чиновник жаловался на ситуацию муниципалитета, которую сам же создал. А тем временем встречи с главой ждут не только в Росеменовском. Есть что сказать и жителям поселка Донки, Пролетарского и многих других. В большинстве населенных пунктов нет нормально работающих очистных. А коттеджи растут, как грибы после дождя. Почему чиновники дают разрешение на строительство домов при отсутствии очистных? У жителей свой ответ. Деньги все делают.